Вся наша религия направлена на то, чтобы мы оставались рабами. Мы должны все, что есть, все, что Аллах дал к нам, мы должны использовать ради одного. Ради того, чтобы мы стали рабами Всевышнего Аллаха. Чтобы мы отказались сердцем от всего, что оно нам принадлежит, чтобы мы не считали. Вот Пророк говорит, что в раю есть степень, которую Аллах уготовил только лишь для своих рабов. Не для пророков, не для любимцев, а только лишь для своих рабов. И я надеюсь, что Аллах даст мне эту степень. Он не претендует на эту степень. Он не считает, что он заслуживает этой степени. Он просто надеется на милость Аллаха. А вдруг Аллах мне тоже даст это? Кто попросит, вы просите, вы просите за меня, у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал мне эту степень. Говорит Пророк сказал Аллаху Али-Ассалям. Смотрите, он нам говорит, грешным людям, чтобы мы за него чистого, за безгрешного просили у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах даровал ему эту степень, кто попросит у Аллаха эту степень для меня, я говорю, тому в судный день шафиат сделаю, буду заступаться за него. Такой простой Пророк, Салли Али-Ассалям, никакого претендентства на что-то. Хотя он безгрешный, он знает, что Аллах его безгрешным сделал, что он лучший из людей. Но несмотря на это, он на эту степень не претендует. Он остается рабом Всевышнего Аллаха. Почему Пророк, Салли Али-Ассалям, он голодал? То он голодал, то он кушал. Разные ситуации в жизни почему были? Не потому, что не чтобы просто голодать, чтобы было плохо самому себе из-за голодного состояния. Он просто отказался от своего выбора. Когда было, он кушал. Когда не было, он не кушал. У него не было своего выбора. Он ни на что не претендовал. Он не считал себя человеком, у которого есть право выбирать даже еду. Что он имеет право перед Всевышним Аллахом претендовать на еду. Вот я голодный, я должен сейчас покушать. Он не нервничал. Это и есть рабство.